Всем хоба, с вами Вова, и недавно вышел новый ивент в Роблоксе по Годзилле. Тот предыдущий ивент, его трудно назвать ивентом, потому что там всего лишь было две вещи, это голова Кингидора и Годзилла, и они были, во-первых, бесплатные, а во-вторых, они были в каталоге, то есть никакого ивента не было. А вот недавно вышел Роблокс Крэйтер Челлендж, и этот ивент мне чем-то напомнил, ивент Мир Юрского периода 2, когда здесь тоже был Крэйтер Челлендж, я тоже включу. Вот Роблокс Крэйтер Челлендж Джорасик Волд 2, Мир Юрского периода 2, здесь тоже Роблокс Крэйтер Челлендж, здесь надо выполнить 6 челленджей, и тогда ты получишь и наушники Мир Юрского периода, и рюкзак Мир Юрского периода, очки Мир Юрского периода, и кепку Юрского периода. Ну, очки, там надо было ввести специальный код, и то же самое, блин, с Годзиллой. А Годзилла, это, я напомню, это радиоактивный динозавр, то есть Роблоксу чем-то не понравились ящеры, и они этих ящеров в виде Роблокс Крэйтер Челлендж делают, хотя, может быть, наоборот, они этих ящеров любят. И вот в этом новом ивенте по Годзилле здесь то же самое, что и с Мир Юрского периода, только на сей раз здесь уже не 6 челленджей, как это было с динозаврами, а 3 челленджа. Да, кстати, ждите новый ролик по Миру Юрского периода. Ну, так вот, тут уже на 3 челленджа меньше, и здесь также вопросы. И, да, тут бесконечные попытки. Что делаете, что хотите, что и делаете. Здесь просто бесконечные попытки. Что хочешь, что и делай. Вот у меня Крейджоп, вот я получил Голуву Родана. Во втором челлендже вы получите Крылья Гидоры, а в третьем челлендже вы получите Рюкзак и Годзиллы. Блин, как много совпадений с Миром Юрского периода. Там тоже был Рюкзак Мира Юрского периода, и он тоже был в последнем челлендже. Ладно, я вам тут покажу правильные ответы. Хотя тут бесконечные попытки. Так-с-так-с. Вот. Вот, Рюкзак Годзилла. Я перепутал. Короче, я перепутал. Вот тут Рюкзак Годзилла в втором челлендже. В первом Голува Родана. А вот здесь, вот здесь уже Крылья Кингидоры. Вот. Правильно. Вот. Я не задумываясь, я английский знаю, но я тут не перевожу, просто не задумываясь нажимаю. Вот Крылья Кингидоры. Всё легко и просто, как с Миром Юрского периода. Вот, короче, результат этого ивента. Вот Голова Родана. Да, всё-таки надо было его использовать, а не того чёрного Родана в своей Рублокс-анимации. И Рюкзак Годзиллы. Вы, наверное, спросите, почему тут нет Крыльев Кингидоры. Ну, потому что у меня был выбор. Или надеть Рюкзак Годзиллы, или надеть Крылья Кингидоры. Потому что сзади можно надеть только одну вещь. Ну вот и Голова Родана. И Рюкзак Годзиллы. Идеально. Да, кстати, в том предыдущем ивенте мы могли получить голову Кингидоры. А в этом ивенте мы уже сможем получить Крылья Кингидоры. То есть, если ещё купить штаны и майку в виде шашуи Кингидоры, то мы сможем сделать скин Кингидоры. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот я в Аватаре. Выбираем голову Кингидоры. Даже в одиночку их трое. И заходим в раздел Рюкзаки. Вот. Открыли Кингидоры. Всё, теперь у нас есть скин. Теперь у нас скин Кингидоры. Ещё можно купить чешую Кингидоры, но я этого делать не буду. Потому что я потрачиваю робуксы на следующий выпуск, как сделать скин. Ну, не на следующий, а по... Ну, короче, когда буду делать скин хищника, тогда я буду тратить робуксы на одежду этого хищника. Вот рюкзак мира юрского периода. Точно так же. Окей, ребят, на этом всё. Окей, ребят, на этом всё. Вот результат этого ивента. У нас скин Кингидоры. Ещё можно купить чешую Кингидоры за 10 робуксов. Также зацените мою карту The Skrill History. У каждой карты свой создатель. Тут, например, Джейсон. Там я. Там в конце No Name. Тут EnderBrine. Ну и вот всё. Это всё. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ну а с вами был Вова. До новых встреч.